РОБЕРТ ЯНГ О, МАЛЫЙ ГОРОД ВИФЛИЕМ-2 Утром вместе с Энди и Дрю я отправляюсь в лес за рождественским деревом. В здешнем лесу полным полно деревьев, похожих на сосные ели, найти подходящее не так-то просто. Хвойным в нашей части планеты Макмалена недостает симметрии, свойственной их земным сородичам. Сэнди десять лет, Дрю восемь. Сочельник уже завтра, они ждут его с нетерпением, хотя Санта-Клаус точно не заглянет в печную трубу. Когда я напоминаю им об этом, они уверяют меня, что это вообще не важно. Рождество в этом году, говорят они, все равно будет совершенно необычное. И это правда. Обычно в лесу всегда можно встретить кого-то из гнутцев. Одна из их деревень находится совсем рядом с нашим поселением, и их женщины с детьми часто отправляются в лес выкапывать какие-то кореньи и клубни. Но сегодня никого из них не видно. Наверное, нашествие колонистов за рождественскими деревьями их отпугнуло. Я замечаю Джека Беста, нашего соседа. С ним трое детей, и он как раз срубил двухметровое дерево. — С наступающим, Гленн! — машет он мне. — С наступающим, Джек! Наконец мы находим дерево подходящего размера и почти идеальные пирамидальные формы. И я берусь за топорик. Сэнди и Дрю хотят нести елку домой сами. Мелисса, моя жена, встречает нас на пороге. Прошлой ночью шел дождь, и она просит, как следует вытереть ноги. Наш дом небольшой и одноэтажный. Обычная коробка без наружной отделки, но мы им все равно гордимся. Как и остальные дома в нашем поселении, а также две церкви и несколько других зданий, он построен из пласти дерева. Пласти дерева отлично подходит для быстрого строительства колоний. Это не самый лучший материал для районов с холодным и ветреным климатом, слишком уж он тонкий и легкий. Но в нашей части планеты зима почти неотличима от осени и весны, и круглый год здесь дует легкий приятный ветерок. После ужина я устанавливаю дерево в гостиной. Мелисса и дети начинают украшать его бусами из попкорна и самодельными игрушками. Я оставляю их за этим занятием и отправляюсь на площадь, чтобы нарядить большую общую елку, которую мы поставили вчера с другими колонистами. Площадь — центр нашего поселения. Она отсыпана галькой, которую мы притащили с берегов ближайшей речушки. К сожалению, мы не могли привезти из земли цемент, слишком уж он тяжелый, потому у наших домов нет опор. Недавно мы научились делать собственный цемент. Правда, ставить опоры уже поздно, поэтому мы собираемся залить толстым слоем бетона нашу площадь. Дерево высотой четыре с половиной метров. Дети от него в восторге. Сейчас бы они носились вокруг по площади, если бы разрешил мэр Джо Хольц, но ограничения он отменит только завтра. Прежде чем поднять дерево, мы водружаем на его верхушку звезду из алюминиевой фольги. Ее мы привезли с земли. А вместе с ней — большую коробку настоящих елочных игрушек, двадцать упаковок мишуры и два десятка электрических гирлянд. Ассоциация по освоению внеземных территорий АОФТ не возражала, поскольку вес украшения оказался совсем незначительным. Закончив наряжать дерево, мы устанавливаем у его подножия рождественские ясли. По их поводу, в АОФТ поначалу подняли крик, настаивая на том, что мы должны взять с собой что-то более практичное. Но на нашу сторону встала американская общественность и, что еще важнее, средства массовой информации. «Чего же стоит наше христианство?» — вопрошал один из знаменитых телекомментаторов, если мы отказываем храбрым колонистам, которым предстоит встретить первое Рождество в новом мире, вправе лицезреть сцену, священную для каждого христианина. Джо Хольц зажигает гирлянду, и дерево вспыхивает разноцветными огнями. Кажется, что звезда из фольги излучает яркий свет. Мы сооружаем над яслями импровизированный навес, чтобы создать видимость прочности. Рич Джефферсон, наш электрик, зажигает возле яслий свет. Он гораздо мягче и приглушеннее, чем огни на площади. Фигуры Божьей Матери Иосифа, пастухов и младенца купаются в нем нежным, как пламя свечей. Мы все глубоко тронуты этим зрелищем. Младенец Иисус, кажется, смотрит прямо на нас из своей колыбели, готовый дарить новому миру свою безграничную любовь. Чтобы отметить события, мы открываем бочонок домашнего пива. По летоисчислению планеты Макмалена с нашего прилета прошел всего год, по земному — почти два, и мы уже успели привнести в нашу жизнь некоторые удовольствия, которые на Земле принимали как данность. Нас согревает пиво, объединяет дух товарищества и чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. Рич Джефферсон берется выразить наши эмоции в словах. Мерцающий свет гирлянды падает на его черное лоснящееся лицо. Он поднимает глиняную чашу с пивом и объявляет. «Мы здорово потрудились, ребята! Работали плечо к плечу дни и ночи. Мы прилетели в чужой мир и превратили его в новое пристанище для человечества. Этот мир очень далек от земли, и любовь Иисуса еще не успела коснуться его пределов. Но завтра ночью небесная любовь Божья омоет нас, как животворящая волна». Он поднимает свою чашу выше. За ним — все остальные. «За братскую любовь!» — провозглашает он, и все присоединяются к тосту. «Я ухожу с площади раньше других. Хочу завтра проснуться с ясной головой. В задумчивости шагаю по узким улицам к дому. Тепло все еще разливается по телу, а душу греет братский дух единения. Нашу маленькую колонию мы назвали Вифлеем. Я с трепетом проговариваю про себя это слово, а потом произношу громко «Вифлеем». Мы все ждем чуда, и это название подходит к ситуации как нельзя лучше. Я знаю, что с научной точки зрения наше чудо не настоящее, оно всего лишь результат действия сил природы. И все-таки в нем можно почувствовать прикосновение руки Божьей. Завтра вечером в 22.16 родится Иисус Христос. Он родится на Земле 3 апреля 33 года н.э. От Земли до планеты Макмалена 2053 световых года. Но межзвездные корабли путешествуют в инфропространстве, где световые года не идут в счет. Путешествие длилось всего один день по корабельному времени. Мы отправились в прошлое, и хотя на Земле был 2086 год от Рождества Христова, сейчас на голубой планете, которую мы видим в небесах, 33 год. В начале 21 века исследователи времени смогли точно определить момент рождения Иисуса. И до нашего отлета главный компьютер космической базы сообщил, когда именно величайшее чудо спустится к нам с небес на крыльях света. Составляя календарь планеты Макмалена, мы решили назвать месяц Рождества традиционно — декабрем, а дату сдвинули на одни сутки, чтобы она пришлась на сочельник, ведь для большинства христиан он еще более освященен, чем само Рождество. Хотя здешние месяцы длиннее земных, дни примерно такой же длины. И что удивительно, месяц, который мы назвали декабрем, оказался первым климатически зимним месяцем новой планеты. Исследовательская команда, которая первой изучала планету и выбирала место для будущей колонии, состояла из представителей разных конфессий. Были там и атеисты. Отправив рапорт на Землю, они основали собственную колонию к югу от выбранных для нас земель. А Офт сочла, что было бы кощунством отправлять еще больше атеистов и нехристиан на планету, которые вскоре предстоит праздновать рождение Иисуса. Поэтому в состав основной колонии вошло одинаковое количество неокатолических и неопротестантских семей. О Пасхе мы пока не задумываемся, слишком уж до нее далеко, и некоторые не доживут до этого дня. Но те, кто доживет, испытают еще большее благоговение, когда Великое Воскресенье пересечет пространство и коснется наших берегов. На следующее утро мы с Ричем Джефферсоном и Доком Росарио отправляемся в ближайший Гнутстаун за дикими индейками. Корабль, на котором мы прилетели, стоит на большой лесной поляне неподалеку от нашего поселения. Мы идем, окруженные утренними тенями. Корпус корабля заржавел, он, как и мы, никогда больше не увидит Землю. Индейки планеты Макмалена на самом деле не совсем индейки, но выглядят немного похоже. И на вкус, если пожарить, почти не отличаются от земных. Тела у них невероятно плоские, и несмотря на неуклюжесть этих птиц, никому из наших колонистов еще не удалось подстрелить хотя бы одну. А вот гнутцы с легкостью подбивают их из своих примитивных луков. Добравшись до Гнутстауна, мы сообщаем местным свои пожелания. Объясняемся знаками, ведь на гнутском языке мы не говорим. Вождь, который, как и все представители его расы, согнут вперед в талии, подзывает двоих охотников. Мы показываем им яркие куски полиэстера, привезенные из земли. Они щупают ткань грязными пальцами и внимательно рассматривают ее печальными карими глазами. Команда исследователей отнесла местных жителей к человеческим существам. Несмотря на нелепую осанку и грязно-белый цвет кожи, они выглядят не совсем отталкивающе. Согнутые не только взрослые, но и дети. Века тяжелой работы на полях превратили искусственную деформацию в естественное положение тела. Гнутцы созвучны гнусом, и кто-то может подумать, что мы называем так местных, потому что относимся к ним с презрением. Неправда. Просто именно это слово пришло нам на ум, когда мы впервые увидели их согнутые фигуры. Охотники с луками и стрелами уходят, и вождь спрашивает нас о большом дереве, излучающем свет. Один из местных мальчишек якобы заметил его, сидя на высокой ветке в лесу. Я знаю, что вождь врет. На самом деле мальчишка шастал вокруг нашего поселения. Это меня злит. Дети гнутся, постоянно ошиваются возле нас. Еще больше злит, что из-за них наши дети вчера остались дома и не видели, как мы украшаем дерево. Я объясняю вождю, что дерево — это наш дар Господу, в надежде, что он подарит женщинам нашего племени способность приносить больше потомства. Если сейчас я начну растолковывать, зачем нам на самом деле нужно дерево, я буду объясняться бесконечно, тем более, что я и сам не очень-то хорошо знаю ответ. В ожидании охотников мы решаем немного прогуляться по деревне. Вокруг нас соломенные хижины, возле них бегают маленькие уродливые животные, похожие на собак. Мы выходим на околицу. Перед нами раскинулись поля. Когда придет весна, гнутцы вспашут их своими деревянными плугами и засеют зерновыми. Черная плодородная почва приносит им огромный урожай. Наши поля совсем близко, но, по иронии судьбы, почва там в основном глинистая, и все, что нам удается вырастить, более-менее приличного — помидоры. «Только представьте», — говорит док Росарио, обводя рукой поля гнутцев. «Если бы эту землю... Да в наши руки!» «Да, но она не для нас!» — с горечью произносит Рич. «Не для нас. Потому что гнутцы, классифицированные как человеческие существа, наделены всеми правами человека. А Офт ясно дала понять еще до отлета, что возделывать мы сможем только ту землю, которая была выбрана для нас. К счастью, охотники наконец возвращаются. Я разделяю горе Чирича, как и все остальные колонисты. Это и вправду обидно — стоять и смотреть на обширные плодородные земли, в которых тебе отказали твои собственные соплеменники. Охотники дают нам трех чудесных птиц, мы расплачиваемся яркими тряпками и уходим». Мелисса занимается индейкой. Потрошит ее, моет, готовит начинку. К нам ненадолго заглядывает пастор Рильке. Говорит, что решил все-таки провести ночную службу, хотя в неопротестантских церквях принято служить уже в день Рождества. Но поскольку этот канун Рождества первый было бы неправильно ждать до завтра. Он уже обсудил эту тему с отцом Фордю, и тот признал, что это отличная идея, когда представители обеих ветвей христианства возблагодарят Господа вместе. «Вряд ли стоит спрашивать, придете вы или нет», говорит пастор Рильке. «Я просто хочу заранее повестить мою паству о том, что служба состоится, и наша маленькая церковь наконец наполнится людьми». Сэнди спрашивает, ощутим ли мы великую волну любви. Пастор, невысокий, полный человечек с круглым лицом, широко улыбается. «Думаю, Сэнди, да. Те из нас, кто чист сердцем, ощутят. Я уверен, что мы все такие. Особенно дети, про которых он сказал, ну или еще скажет, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть царство небесное». После ухода пастора Сэнди и Дрю опускают шторы в гостиной, включают проектор и начинают разучивать с экрана рождественские гимны. Мелисса моет и вытирает миски, кастрюли и сковородки. Потом принимается готовить печенье. Здесь, на планете Макмалена, нет и намека на движение за права женщины и его невероятные достижения на Земле. Не то, чтобы женщины колонии утратили свое достоинство. Нет, ни в коем случае. Наступит день, и в нашем новом прекрасном мире откроется масса разных возможностей и для мужчин, и для женщин. Сейчас же колония больше похожа на первые поселения отцов-пилигримов в Новой Англии, чем на высокотехнологичные города, которые мы оставили позади. Так что женщины делают женскую работу, а мужчины — мужскую. Мы садимся ужинать, но едим мало. У меня нет аппетита. Дети едва дотрагиваются до еды, да и у Мелиссы почти все остается на тарелке. С самого прибытия на планету мы жили только ради этой ночи. Ожидание придавало нам сил в борьбе и преодолении. Не только нам, но и всем колонистам. Нельзя сказать, что мы фанатично религиозны и витаем в облаках. Нет, мы все — и протестанты, и католики, трезвомыслящие, рассудительные и практичные люди. Но вместе с тем мы — истинные христиане. И нас сокрыляет мысль о том, что сегодня ночью родится наш спаситель. Сэнди помогает Мелиссе вымыть и убрать посуду. Потом мы все надеваем нашу лучшую одежду. Лучшую по местным понятиям. Люди из земли, поглядев на нас, решили бы, что мы типичные христиане. Но ни меня, ни Мелиссу это бы не обидело. Мы ведь теперь и в самом деле крестьяне. Ночное небо усыпано звездами. Сейчас они горят особенно ясно. Как чудесно было бы увидеть Вифлеемскую звезду. Но, конечно, это невозможно. То, что мы увидим, — не настоящая звезда, а всего лишь Сизигия, Юпитера и Сатурна. Но рождественская звезда все равно будет сиять в нашем небе, даже несмотря на то, что мы не увидим ее. И ее свет сольется с великой волной любви. На площади мы с Мелиссой и детьми присоединяемся к тем, кто уже пришел и сейчас стоит возле дерева. Гирлянды уже зажжены, их теплые огни озаряют темноту. Звезда на верхушке горит почти так же ярко, как та, чей свет, идущий с востока, увидят на земле волхвы. И это несмотря на то, что свет Сизигии еще не коснулся нашего мира. Мария, Иосиф и пастухи, склонившись над колыбелью, смотрят на младенца восхищенными взорами. Пастор Рильке и отец Фордю, настолько же худой и высокий, насколько пастор короткий толстенький, стоят возле яслей. Вместе с ними они начинают петь рождественский гимн. Мы согреваем ночной воздух мелодии и словами, которые любим больше всего. О, малый город Вифлеем, ты спал спокойным сном, когда рождался вечный день в безмолвии ночном. Многие явно тронуты, у женщин на глазах слезы. Слезы радости и любви. В 22.15 отец Фордю начинает отсчет. Все затихло. Слышен лишь его голос. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И внезапно все вокруг озаряется светом. Циник сказал бы, что это далекая вспышка молнии, хотя небо совершенно ясное и не намека на раскаты грома. Но среди нас нет циников. Отец Фордю и пастор Рильке преклоняют колени, а следом за ними и все мы. Я чувствую, как меня омывает волна любви. Я люблю своих соседей и знаю, что они любят меня. Любовь выплескивается в атмосферу, вырастает до неба. Я чувствую единение с миром, в который мы пришли и назвали своим. Вокруг меня плачут мужчины и женщины. Слезы текут по моим щекам. «Аллилуйя!» — воскресает пастор Рильке. «Он здесь!» — воздымают руки отец Фордю. «Он здесь! Он здесь! Он здесь!» — вторит толпа. Мы поднимаемся на ноги. Вдруг я замечаю, что на площади появились три гнутца. Вот они пробираются сквозь толпу к дереву и замирают, уставившись вверх на звезду. Мы все замолкаем. Гнутца опускают глаза и начинают разглядывать ясли. Они смотрят на Марию, Иосифа и пастухов и на колыбели с младенцем. Потом один из них опускается на колени рядом с яслями и кладет рядом с ними маленький сверток, а другой прикасается к колыбели. И тогда тишину взрывает возглас отца Фордю. «Он дотронулся до младенца своими грязными руками!» Ужас, звучащий в голосе священника, охватывает всю толпу, перерастая сначала в гнев, а затем в ярость. «Гоните их прочь!» — кричит пастор Рильке. «Гоните прочь!» Площадь посыпана галькой, среди камушков попадаются покрупнее. Я нащупываю один из них. Все мужчины и женщины наклоняются за камнями. Один из гнутцев скрикивает. Камень попал ему в плечо. Гнутцы пытаются выбраться с площади, но их окружает разъяренная толпа. По старильке подбегает кислям и отшвыривает в сторону ногой маленький сверток так, как будто это бомба. Сверток разваливается, из него выпадают клубни и раскатываются по площади. В воздухе свистят камни, теперь их бросают и дети. Один из гнутцев падает. «Грязные свиньи!» — Генриета Хольц бросает камень, но промахивается. Мелисса целится точнее. Ее камень ударяет гнуться прямо в грудь. «Из-за вас, тупых уродов, мы должны обрабатывать мертвую землю!» — выкрикивает Мария Розарио. «Убейте этих грязных свиней!» — взвизгивает Дороти Бест. «Убейте их! Убейте!» Рич Джефферсон находит большой тяжелый булыжник, размахнувшись бросает, и камень пролетает в сантиметре отгнуться. Двое, что еще держатся на ногах, подхватывают упавшего и тащат его прочь, с трудом прокладывая себе путь в толпе. Оба чужака истекают кровью. Колонисты молотят кулаками, но они выдерживают удары и в конце концов вместе с полуживым товарищем, исчезают в темноте. Мы позволяем им уйти. Постепенно гримасы ярости стираются с наших лиц. На смену им приходит кроткое выражение любви. Великая волна, пришедшая с земли, омывает нас. Ричи Джефферсон, ярый приверженец порядка, собирает рассыпанные клубни и бросает в одну из дренажных канав за пределами площади. Мы снова начинаем петь. Ночь тиха, вести ангельской внемли, король наш добрый Венцеслас. Голоса детей и взрослых, сливаясь, взлетают в небо, прямо к звездам. Закончив петь, мы расходимся по нашим церквям, где пастора Рильке и отец Фордю возносят благодарственные молитвы Господу, пославшему нам своего сына. Роберт Янг. О, малый город Вифлеем-2! Рассказ читал Олег Булдаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова